В первой теме построим алгебру высказываний, ведь высказывания это первый важнейший объект изучения математической логики. Алгебра высказываний изучает способы построения высказываний из уже имеющихся высказываний, закономерности таких способов сочетания высказываний, алгебра высказываний является фундаментом математической логики. Начнем с введения понятия высказываний и операций над ними. Предметом исследования алгебры высказываний являются высказывания, но алгебра высказываний не ставит целью их всестороннее изучение. Из многочисленных свойств высказывания алгебру высказываний интересует лишь одно, истинно оно или ложно. Именно это и является определяющим свойством высказывания. Итак, под высказыванием понимается такое предложение, которое либо истинно, либо ложно. Высказывание не может быть одновременно и истинным, и ложным, в дальнейшем будем считать, что имеется первоначальная совокупность некоторых простейших высказываний, называемых элементарными или исходными, о каждом из которых точно известно истинно оно или ложно, причем в этой совокупности имеются как истинные высказывания, так и ложные. Примеры предложений, являющихся высказываниями и предложений, таковыми не являющимися, приведены в задачнике. Договоримся обозначать конкретные высказывания начальными заглавными буквами латинского алфавита А, Б, С, Д, или теми же буквами с индексами внизу. Приведем примеры высказываний, которые будут использованы в дальнейшем. Первое это Москва, столица России, второе, Саратов находится на берегу Невы, третье, все люди смертны, четвертое Сократ, человек, пятое, семь меньше чем четыре, шестое, Волга впадает в Каспийское море, седьмое, Александр Сергеевич Пушкин, великий русский математик, восьмое, снег белый. Обозначив истинное высказывание символом 1, а ложное нулем, ведем функцию лямбда, заданную на совокупности всех высказываний и принимающую значение в двухэлементном множестве 0 и 1, по следующему правилу. Если высказывание П истинное, то значение функции равно 1, если высказывание П ложное, то значение функции равно 0, функция лямбда называется функцией истинности, а значение лямбда от П называется логическим значением или значением истинности высказывания П. Для приведенных высказываний имеем логические значения Лямбда от первого, третьего, четвертого, шестого и восьмого, равно единица, а остальные равны нулю Отметим, что в литературе имеются следующие обозначения Для истинных высказываний, 1 и t от английского true, истинный Для ложных высказываний, 0, l, f от английского false, ложный Из этих обозначений будем использовать 1 и 0, это обусловлено рядом причин Во-первых, таблицы истинности для формул алгебры высказываний принимают более лаконичный и стандартизированный вид Так как в этом случае наборы значений пропозициональных переменных можно расположить в порядке возрастания чисел Которые этими наборами закодированы в двоичной системе счисления Например, для случая трех пропозициональных переменных x, y, z Набор значений этих переменных 0, 0, 0 означает двоичную запись десятичного числа 0 Набор 0, 0, 1, двоичную запись десятичного числа 1 Набор 0, 1, 0, двоичную запись десятичного числа 2 0, 1, 1, 3, 1, 0, 0, 4, 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0, 6, 1, 1, 1, 7 Во-вторых, более удобный и математически строгий вид принимают многие формулы и алгоритмы алгебры высказываний В-третьих, обозначение 0, 1 принято и более целесообразно в приложениях математической логики к компьютерам и информатике Из элементарных высказываний с помощью операций над высказываниями или логических связок строят сложные высказывания Перейдем к точному описанию таких построений Начнем с отрицания высказывания Согласно определению отрицанием высказывания P называется новое высказывание, обозначаемое P с чертой, читается как Ни P, неверно что P, которое истинно если высказывание P ложно, и ложно если высказывание P истинно Другими словами, логическое значение отрицания высказывания связано с логическим значением исходного высказывания, как указано в следующей таблице называемой таблицей истинности операции отрицания, здесь может возникнуть вопрос, почему приписывание истинности или ложности высказыванию НИПЭ осуществляется именно на основании приведенной таблицы. Конечно, можно ответить, что в определениях не спорят. Но ведь мы желаем построить математическую теорию, алгебру высказываний, которая в какой-то мере отражала бы реально существующий в природе человеческого мышления процесс построения составных высказываний из элементарных и имела бы реальный смысл. Затем мы должны будем развить нашу математическую теорию, а полученные выводы применить в практике мышления и при этом не войти в противоречие с общеизвестными законами мышления. Определение отрицания с помощью приведенной таблицы, как, впрочем, и других логических связок с помощью соответствующих таблиц, о чем речь пойдет далее, появилось как результат длительного опыта, и оно полностью оправдало себя на практике. Например, примеем на операцию отрицание к шестому высказыванию «Волга впадает в Каспийское море». Данное отрицание можно читать так, неверно, шестое высказывание, то есть неверно, что «Волга впадает в Каспийское море». Или частицу отрицания переносят на такое место, чаще всего ставят перед сказуемым, чтобы получилось правильно составленное предложение «Волга не впадает в Каспийское море». Таблица из определений дает для данного высказывания следующее логическое значение. Отрицание шестого высказывания – ложно. Ложность отрицания этого высказывания обусловлена только истинностью исходного высказывания и определением, но никак не соображениями смысла, содержания, высказывания. Другое дело, что само определение потому имеет такую формулировку, что оно правильно, или как говорят, адекватно отражает факты, известные нам из практики. Построим теперь конъюнкцию двух высказываний. Согласно определению конъюнкции двух высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое знаком конъюнкции или амперсандом, считается P и Q, которое истинно лишь в единственном случае, когда истинно оба исходных высказывания P и Q, а ложно во всех остальных случаях. Другими словами, логическое значение итогового высказывания связано с логическими значениями исходных высказываний, как указано в следующей таблице, называемой таблицей истинности операции конъюнкции. Практика полностью подтвердила, что именно такое распределение значений истинности наиболее соответствует тому смыслу, который придается в процессе мыслительной деятельности связующему союзу и, например, применим операцию конъюнкции ко второму и третьему высказываниям, получим высказывание, Саратов находится на берегу Невы, и все люди смертны. Конечно, мы не воспринимаем это высказывание как истинное из-за первой, ложной, его части. К выводу о ложности полученного высказывания также придем, исходя из логических значений исходных высказываний определения конъюнкции на основании приведенной таблицы. В самом деле, логическое значение результата оказалось равным нулю. Перейдем к определению дизюнкции двух высказываний. Дизюнкции двух высказываний П и Ку называется новое высказывание, обозначаемое значком дизюнкции, читается П или Ку, которая истина в тех случаях, когда хотя бы одно из высказываний П или Ку истинно, и ложно в единственном случае, когда оба высказывания П и Ку ложны. Другими словами, это такое высказывание, логическое значение которого связано с логическими значениями исходных высказываний так, как указано в следующей таблице, называемой таблицей истинности операции дизюнкции. Например, примеем на операцию дизюнкцию к третьему и пятому высказываниям, получим составное высказывание все люди смертны, или семь меньше чем четыре, несмотря на первоначально кажущуюся странность этого высказывания, нет сомнений в его истинности. К аналогичному заключению приводит также формальное вычисление логического значения данного высказывания по таблице из определения, исходя из логических значений исходных высказываний. В то же время высказывание Саратов находится на берегу Невы, или Пушкин математик, являющаяся дизюнкцией второго и седьмого высказываний. Безусловно, ложно, что полностью согласуется с формальным вычислением его логического значения по таблице из определения. При определении импликации с еще большей силой встает вопрос, почему именно такое распределение принято в ее таблице истинности, последние две строчки в ней достаточно хорошо согласуются с нашим пониманием выражений, если то. Их обоснованием могут служить следующие соображения. Импликация призвана отразить процесс рассуждения. Ума заключения Общая характеристика этого процесса следующая Если мы исходим из истинной посылки и правильно, верно, рассуждаем, то мы приходим к истинному заключению, следствию, выводу. Другими словами, если мы исходили из истинной посылки и пришли к ложному выводу, значит, мы неверно рассуждали. В импликации имеется посылка P, следствие Q и процесс рассуждения стрелочка. Процесс рассуждения как раз и моделируется результатом операции импликации. Приведенное соображение служит обоснованием последних двух результатов. Определенные сомнения возникают при оценке адекватности первых двух строк в таблице. Определяющие импликацию. В первой строке при ложной посылке и ложном следствии импликация признается истинной. Следующие два примера добавляют аргументы в пользу такого определения логического значения импликации и в этом случае. Например, если ты можешь кролем переплыть черное море, то я, турецкий шултан. В пользу второй строки таблицы, когда импликация остается истинной при ложной посылке и истинном следствии, говорить такой пример. Высказывание, если первое слагаемое делится на 5 и второе слагаемое делится на 5, то и сумма делится на 5, несомненно истинна. Но в частности, мы могли бы сказать, если 10 делится на 5 и 20 делится на 5, то 30 делится на 5 или если 12 делится на 5 и 13 делится на 5, то 25 делится на 5. В первом из этих высказываний посылка истина, как конъюнкция двух истинных выражений, и следствие истина. Во втором же высказывании посылка ложна, как конъюнкция двух ложных высказываний, а следствие истина. Тем не менее, как мы уже отметили, оба этих высказывания признаются истинными. Например, высказывание, если Волга впадает в Каспийское море, то 7 меньше чем 4 ложно, так как ложная импликация. Высказывание, если Саратов находится на берегу Невы, то Пушкин, великий русский математик, истина, так как это импликация второго и седьмого ложных высказываний. Наконец, определим эквивалентность двух высказываний. Эквивалентностью двух высказываний П и Ку называется новое высказывание, обозначаемое стрелочкой в обе стороны, читается П эквивалентно Ку. Или П необходимой достаточно для Ку. Или П тогда и только тогда, когда Ку или П, если и только если Ку, которая истина в том и только в том случае, когда одновременно оба высказывания П и Ку либо истинные, либо ложные, а во всех остальных случаях, ложно. Другими словами, логическое значение итогового высказывания связано с логическими значениями исходных высказываний, как указано в следующей таблице, называемой таблицей истинности операции эквивалентности. Например, высказывание 7 меньше чем 4 тогда и только тогда, когда снег белый, являющийся эквивалентностью 5 и 8 высказываний ложно, напротив, высказывание Саратов находится на берегу Невы, если и только если Пушкин, великий русский математик истина, так как оно является эквивалентностью двух ложных высказываний, как видим, союзы языка и логические операции связаны как язык и логика. Итак, каждая из введенных логических операций является неким математическим образом, моделью соответствующего логического союза нашего языка. Эти понятия призваны отразить на языке нулей и единиц соответствующие союзы нашего мышления, которыми человечество пользуется в течение тысячелетий. Вне всякого сомнения, язык нулей и единиц значительно беднее человеческого языка, и это отражение достаточно грубое и несовершенно. Тем не менее какие-то основные черты, существенные аспекты процессов мышления, понятия логических операций все же отражают. Так отрицание, конъюнкция и эквивалентность достаточно точно передают суть логических союзов отрицания. И, тогда и только тогда, когда, хуже обстоит дело с дизюнкцией, призванной отразить языковый союз или... Следует отметить, что кроме рассматриваемой так называемой дизюнкции в неисключающем смысле, она истина тогда и только тогда, когда по меньшей мере один ее член истинен. Некоторые авторы рассматривают дизюнкцию в исключающем смысле, или строгую дизюнкцию, она истина тогда и только тогда, когда истинен точно один ее член. Наименее адекватным соответствующему союзу языка является понятие импликации, которое призвано отразить логический союз если то... Это и понятно, на этом союзе основан один из сложнейших умственных процессов, процесс построения выводов, умозаключений, импликация остается все же самой коварной из всех логических операций, ее определение при всех приведенных доводах оставляет в нас чувство незавершенности. И это неспроста, наиболее наглядно эта неадекватность определения языку проявится в ходе развития алгебры высказываний, когда мы, например, придем к тому, что тавтологией окажется следующая формула. Это означает, что какие бы ни были высказывания П и Ку, по меньшей мере одно из высказываний из П следует Ку и из Ку следует П непременно будет истинным. Этот факт уже не согласуется с общепринятой практикой, и он еще раз подтверждает, что понятие импликации лишь весьма условно и приблизительно переводит на язык нулей и единиц тот смысл, который имеется в виду при построении фразы типа «если то...». Из приведенного следует вывод о том, что тонкое и многообразное человеческое мышление не так легко подается научному осмыслению и изучению, и что алгебра высказываний, всего лишь одно из приближений, всего лишь шаг на пути к познанию человеческого мышления. По поводу происхождения терминов отметим, что коньюнкции происходят от латинского конджанктия, соединения, дизюнкция, от латинского досджанктию, разъединения, импликации от латинского импликатия, сплетения и имплико, тесно связываю, окинув общим взглядом на логические операции Еще раз отметим, что только логические значения или значения истинности, а не их содержание интересуют нас в развиваемой теории, поэтому каждое из введенных определений операций над высказываниями можно рассматривать как определение некоторого действия над символами 0 и 1, то есть как определение некоторой операции на двухэлементном множестве 0 и 1. Например, отрицание задает следующие правила действия с этими символами, 0 отображается в единицу, единица в ноль, конъюнкции, импликации и так далее по аналогии. Учитывая два правила действия с символами 0 и 1, определяемые отрицанием, можно записать равенство для вычисления логического значения отрицания высказывания. Указанные четыре правила действия с символами 0 и 1, определяемые конъюнкцией, позволяют записать равенство для вычисления логического значения конъюнкции высказываний. Аналогично, правила действия с символами 0 и 1, сформулированные в определениях выше, дают возможность записать равенство для вычисления логических значений любых новых высказываний. Указанные равенства можно записать в виде одного соотношения, где значок звездочка обозначает один из символов логических операций. Эти равенства фактически использовались при вычислениях логических значений высказываний, которые были проделаны выше в качестве примеров применения операций над высказываниями. Таким образом была построена алгебра высказываний. Рекомендуется закрепить пройденный материал самостоятельным решением задачи с прилагаемого задачника прежде чем перейдем к следующему параграфу.